Всем привет! Меня зовут Бактыбала, и я психолог. Наверное, вы заметили, что у меня сменился интерьер, потому что я переехала в солнечную Грузию, и на данный момент я нахожусь в городе Тбилиси. И это прекрасная квартира, настоящая старая грузинская квартира, которая мне очень нравится. Здесь прекрасный интерьер, про который я сделаю обзор и сниму детально объекты интерьера. Но сегодня не про это. Сегодня я вам расскажу о том, как закрыть гештальт. Часто замечаю, что люди в разговоре небрежно кидают «я закрыл гештальт», но когда говоришь дальше, узнаешь, что это для них значит, они сами не понимают, о чем они говорят. Я делала видео, что такое гештальтерапия и что вы получаете, работая вместе с гештальтерапевтом. И сегодня я вам расскажу о том, как попробовать закрыть гештальт самому. Для начала поставьте лайк, подпишитесь на канал и ставьте уведомления о публикациях, чтобы не пропустить мои новые видео. Для начала поставьте лайк и подпишитесь на канал, а также включайте уведомления о публикациях, чтобы не пропустить мои новые видео. Также по ссылке внизу видео вы можете задонатить мне сумму на Patreon для развития канала. Из моего видео про, что такое гештальтерапия и что вы получаете, работая вместе с гештальтерапевтом, мы знаем, что гештальт — это про целостность, то есть это целостный подход, когда ваша мыслительная деятельность, чувственная сфера и тело объединяются, сделают такую целостную фигуру, соединяются кусочки пазла, и мы ассимилируем процессы, и за счет чего мы закрываем гештальт. На самом деле закрыть гештальт недостаточно, поскольку закрытие гештальта и формирование новых паттернов — это совсем разные вещи. Как только вы закроете гештальт, вам важно прожить этот процесс, побыть в этом, понять свои чувства, и после этого вы можете формировать новые паттерны поведения и новые нейронные связи у вас в голове. Чаще всего мы не можем закрыть наши гештальты, поскольку очень много процессов в нашей будничной деятельности не осознаются, особенно если эта ситуация произошла далеко в прошлом, бессознательном возрасте, или эта ситуация была достаточно травматична, чтобы мы не запомнили какие-то отдельные моменты или наши чувства для данной ситуации. Поэтому, если у вас есть конкретный запрос, то это уже большой шаг к тому, чтобы начать закрывать свой гештальт. Чаще всего люди не могут закрыть свой гештальт, потому что они даже не осознают, что у них что-то не так, или они понимают, что что-то не так, но они, не знаю, не могут понять, или не хотят пока, или не готовы что-то сделать на пути к тому, чтобы изменить данную ситуацию. Например, если у человека есть проблемы в отношениях, в отношениях именно с партнерами, и он этого не понимает, и не понимает корень этой проблемы. Это может быть все, что угодно, все, что угодно, что заложилось бессознательным много лет назад, или, не знаю, год назад. Это может быть и ПТСР, и неудачные отношения, и отношения с мамой, с папой, и вообще, в принципе, какие-то вопросы, attachment issues и так далее. На самом деле, каждый человек — это целая вселенная, и я очень люблю терапевтический процесс за то, что можно исследовать вместе с человеком его, вот эту вот огромную вселенную, как он переживает чувства, как он переживает события, и как он вообще существует в этом мире, и как он с ним взаимодействует. Поэтому, если у вас возникают сложности в формировании запроса, или вы не понимаете корень, почему вы себя как-то, может быть, вам не нравится ваше поведение, или не нравятся ваши выборы, и у вас не получается идентифицировать, что происходит, то можно легко обратиться в терапию, и вместе с терапевтом, с гештальтерапевтом, исследовать ваш внутренний мир, и формировать, закрыть гештальты, и формировать новые паттерны. Так что же такое все-таки незакрытый гештальт? А это ситуация, которая произошла в далеком прошлом, не знаю, короче, произошла в прошлом, и у вас остались непрожитые чувства, не только на мыслительном уровне, не только на чувственном, но так и на телесном уровне, так как все наши чувства и эмоции отпечатываются в нашем теле. И чтобы закрыть гештальт, нам, естественно, нужно это все объединить и перепрожить. Как нам мешает незакрытый гештальт? Во-первых, это то, что произошло в прошлом, и оно почему-то имеет влияние на наше настоящее, на наше здесь и сейчас, поскольку все наши чувства, эмоции, они отпечатываются в нашем теле. Если мы не проживаем это в своей голове и не соединяем в теле, то мы и не можем завершить данный процесс. Вообще, основатель гештальтерапии Фридс Перлс говорил о том, что любой процесс в нашей жизни стремится к завершению. Поэтому, вообще, я думаю, что каждый гештальт в каком-то возрасте, наверное, можно закрыть, гипотетически, я так думаю. Но жизнь может идти по-разному. То есть вы можете, как говорится, наступать на одни и те же грабли и делать одно и то же каждый раз, пока там не дойдет какое-то осознание, или обратиться в терапию, или начать работать самому, чтобы понять, как эта ситуация, как этот незакрытый гештальт влияет на ваше здесь и сейчас, чтобы сделать по-другому. Для того, чтобы начать закрывать гештальты, нужно понять, что вообще происходит в вашей жизни на данный момент здесь и сейчас. Что вас не устраивает, какие выборы не устраивают, или люди, которых вы выбираете, вас не устраивают. Я сделала такой пример, который касается отношений. Допустим, вы выбираете партнера-абьюзера постоянно, то есть у вас несколько отношений, постоянно складывается так, что партнер оказывается абьюзером. Например, вы выбираете постоянно партнера-абьюзера, неважно, это он или она, но происходит так, что вот несколько отношений и несколько раз партнер оказывается абьюзером, и вы не можете понять, в чем же все-таки суть этого происходящего события, и вы уже перепробовали все, сходили ко всем астрологам, нумерологам, сходили на трансформационные игры, гадали на кофейной гуще, вообще, сори, я просто очень хейчу эзотерику, но, в общем, как-то так, вы перепробовали все, и до сих пор не удается понять, что же происходит у вас. Эта ситуация очень хороша для разбора, так как она лежит на поверхности, в принципе, уже проблема осознаваемая, что там партнер абьюзер, и хочется чего-то другого, надоело наступать, грубо говоря, на одни и те же грабли. Как я уже сказала, ситуация находится на поверхности, и у вас довольно много чувств по этому поводу, вам настолько уже осточертело, надоело, что постоянно так происходит, вы испытываете злость, негодование, злитесь, обижаетесь, и хотите по-другому, но пока не получается по-другому. Почему? Потому что у вас там, скорее всего, незакрытый гештальт, который фоном идет на ваши любые нынешние, будущие отношения. После того, как вы идентифицировали проблему, да, в данном случае это выбор партнера-абьюзера, второе, вам важно будет понять, что вас все-таки в этом не устраивает. Да, это может быть абсолютно все, что угодно, да, вы выбрали партнера-абьюзера, но что все-таки вас не устраивает? Возможно, вас не устраивает, как к вам относятся, или вам не нравится, как с вами разговаривают, или вам не нравится, как вы себя чувствуете с такими людьми, да, или как вы сами себя начинаете вести в этих случаях. То есть вам важно идентифицировать, что именно вам здесь не нравится. Конечно, в случае абьюзивных партнеров, скорее всего, причина кроется в детско-родительских отношениях, например, абьюзерское отношение в детстве было настолько нормальным, что человек вырастает, как бы даже и не замечает, или даже поощряет, или ведет себя специально таким образом, чтобы получить такое обращение. Но, скорее всего, такой человек, который в детстве столкнулся с абьюзом, он просто будет воссоздавать те же паттерны в своей настоящей жизни, то есть искать то же самое в настоящей жизни. Я ненавижу, когда люди говорят, я притяну к себе такого человека, я не верю в эти притяжения, я думаю, что у нас миллионы людей каждый день, мы, конечно, мы не видим миллион людей каждый день, но мы видим сотни людей разных, зависит от профессии, опять же, но неважно. Мы встречаем разных людей каждый день с абьюзивными наклонностями, с нарциссическими и здоровых, естественно, но какого человека именно выбираете вы, это уже зависит только от вас. Ответственность за выбор всегда лежит на человеке. Идем далее. Третье. После того, как вы поняли, что что-то в жизни вас не устраивает, вы идентифицировали, что именно вас не устраивает, и третий шаг это, когда вы начинаете действовать. То есть вам важно перепрожить те чувства, которые вы испытывали в тот момент, когда-то, в какой-то ситуации, здесь и сейчас. И третье. После того, как вы идентифицировали то, что вам не нравится, вы поняли, что именно вас не устраивает в вашей жизни, да, то есть ситуация, вы поняли, что именно вас не устраивает в этой ситуации, дальше вы можете обратиться к вашему чувственному слою и телесному слою. То есть в гештальте, допустим, мы работаем с феноменологией тела и соединяем ее с мыслительным и чувственным процессом. Что это значит, то есть, наверное, я немножко запутала, это то, что вам важно перепрожить то, что происходило когда-то. Те же чувства, эмоции, которые когда-то произошли с вами, вы это почувствовали, это отпечаталось на теле, и все это вместе нужно соединить. Конечно, это очень нелегко, и важно это, наверное, если у вас прям большие какие-то проблемы, и очень тяжело дается перепроживать свои чувства, лучше, конечно, обратиться в терапию. Я, кстати, часто с этим сталкиваюсь, работая с клиентами, что очень сложно человеку погружаться на чувственный уровень. Я уже молчу о телесном, да, то есть не зря существует отдельный вид психотерапии, который называется телесно-ориентированная терапия, где чисто работают с телом. Но гештальт работает со всем, да, с телом, с мыслительным процессом и с чувственным слоем, поэтому вместе работая со всем этим, вы можете как-то перепрожить ситуацию и закрыть эту ситуацию в вашей жизни. Это может быть все, что угодно. Допустим, если вы в детстве часто сталкивались с эмоциональным абьюзом, и, интересно, это у вас проявлялось как замирание, да, или вы зажимались, или не дышали, да, или подергивали ногой. А в мыслительных процессах это там были все, что угодно, там, ненависть, там, не знаю, любовь, да, если это родители. И на чувственном слое это были чувства обиды, непонимания, злости, что еще могло быть. В общем, все, что угодно, но это обычное такое диссонансное чувство, когда есть еще не только неприятные чувства, но и приятные, как любовь, да, поскольку мы к родителям испытываем все-таки любовные чувства, да, то есть это близость, это про любовь, это про радость, но и когда мы сталкиваемся в детстве с каким-то абьюзом или тяжелым поведением от наших родителей, мы это не можем соединить, естественно, вырастая, это привносит в нашу взрослую жизнь. Естественно, бессознательно, то есть это окей, то, что такое бывает, но хорошо, что с этим можно работать. Четвертое, и это завершающий процесс, когда вы соединили все, смогли перепрожить эти чувства, эту ситуацию, вы закрыли гештальт. И четвертое, это самое важное, наверное, начать формировать новый паттерн, то есть гештальт это всегда про ответственность, да, то есть про выбор. Наверное, это все так прозвучало в видео, что так все легко сделать, там, идентифицировать, понять, что не нравится, перепрожить эмоции, и все, жизнь прекрасная, вы закрыли гештальт. На самом деле это очень тяжело, поскольку это не происходит на таком аморфном уровне просто разговоров, да, это происходит на телесном уровне, на уровне мозга, нейронных связей, поэтому на самом деле это очень сложно, поэтому не отчаивайтесь, если у вас сразу не получается. Что значит формирование новых паттернов? Допустим, вы закрыли гештальт, да, там вы больше не выбираете парней, девушек, абьюзеров, ура, это уже большой прогресс, да, но что дальше, да, то есть вот вы поняли, что вы закрыли гештальт, да, что вам больше это не нужно, вам это не подходит, вам это не нравится, и вот вы снова готовы вступить в отношения, вы выходите на этот маркет, где можно выбрать, да, человека, ну, маркет, слово, наверное, не очень прозвучало, ну, в общем, вы выходите в свет, где готовы завести с кем-либо отношения, и, естественно, нету такого случая, чтобы возле нас ходили только здоровые люди, да, условно здоровые люди, возле нас есть огромное количество людей, и, естественно, если у вас был раньше паттерн выбирать абьюзеров, естественно, вы, скорее всего, его сразу увидите, этого человека, который будет с абьюзимным поведением, ну, это не значит, что там какой-то экстрасенс просто так работает, да, на телесном уровне мы считываем друг друга, помните, я делала видео про зеркальные нейроны, это что-то из этого, то есть вы выбираете человека, но в дальнейшем общении вы понимаете, допустим, что он все-таки с абьюзивным поведением, да, если бы у вас был не закрыт гештальт, и вы были, жили бы со старым поведением, вы бы снова начали создавать отношения с данным человеком, но после того, как вы закрыли гештальт, и вы уже формируете новый паттерн, вы не будете выбирать больше такого человека, вы не будете выбирать такое поведение, вы не будете выбирать такое отношение, то есть это все происходит постепенно, это просто навык формирования новых паттернов, которые происходят в нашей лобной доле, в неокортексе, и это достаточно длительный и трудоемкий процесс. Короче говоря, гештальт считается полностью закрытым, когда вы уже при следующей похожей ситуации ведете себя по-другому, то есть вы берете ответственность за свой выбор и поступаете по-другому, то есть в моем данном случае, который я проводила на протяжении видео, вы выбираете партнера, грубо говоря, не абьюзера. Конечно, как я уже говорила, не все так легко, как звучит, но не расстраиваемся, все можно сделать, все в жизни навык, все можно развить. И тем раньше вы начнете заниматься этим вопросом, тем лучше, потому что мы не молодеем, мы только взрослеем, стареем, как хотите. В общем, мы накапливаем новые какие-то ситуации, встречаем новых людей, приобретаем новые защитные механизмы, возможно, или создаем старые, поэтому так важно заняться этими вопросами, как можно раньше формировать новые паттерны, пока наш мозг является более гибким. Но это, кстати, хороший навык, если вы начинаете раньше, поскольку чем раньше вы начинаете заниматься своим мозгом, тем дольше он остается, как это называется, я не знаю, нейропластичный, да, то есть у него пластичность мозга остается более такой динамичной, и вы можете с ней работать постоянно. Это видео было снято чисто в ознакомительных целях, чтобы рассказать людям, как вообще закрыть гештальт, чтобы просто так не кидать фразу «я закрыл гештальт», да. Теперь, надеюсь, вам понятно и было интересно понять, как все-таки это происходит. Я, конечно, рекомендую обратиться к гештальт-терапевту или человеку, который работает в гештальт-подходе, чтобы закрыть свои гештальты. Конечно, не для всех гештальтов нужен терапевт, грубо говоря, да, но если у вас есть какие-то большие задачи или вопросы в отношениях, или в работе и так далее, в самореализации, уверенности в себе, я все-таки рекомендую обратиться к терапевту. Вы, кстати, можете написать мне, я веду личную практику, а также групповую терапию, или если даже не ко мне, я обязательно найду вам или помогу найти человека, с которым вы будете работать. Спасибо за просмотр видео, надеюсь, оно вам было полезно, и у вас получится закрыть, может быть, какие-то мини-гештальты, или обратиться к терапевту и вместе с ним закрыть уже какие-то более глобальные масштабные гештальты в вашей жизни. В следующем видео я вам расскажу об осознанности, что это такое и как научиться развить себе навык осознанности. Спасибо за просмотр видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, включайте уведомления о публикациях, пишите комментарии и отправляйте мои видео своим друзьям, и давайте поднимать уровень осознанности вместе. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok